Ну и погнали! Зовут меня Макс Я владелец этой студии под названием Delta City И получается владелец некогда действительно вещающего в эфир действующего телеканала Но это не важно Ролик я этот посвящу в основном нашей уже знающей аудитории, целевой Это для рокеров Не люблю блягерствовать, ну точнее блогерствовать Но вот видимо придется Ролик этот посвящен двум новостям Одна из них хорошая, вторая тоже хорошая, но в обратном смысле Значит какие новости? Первая новость Рэперские ублюдки, гомодрилы, всякие наркобарыги, хачевские подстилки Уже убегают с улицы Только увидев железных войнов металла И узрев их стальные кулачища Так, ну это не новость Это все знают Так, а какая же у нас тогда первая новость? Первая новость тогда у нас получается О, известная голливудская поп-дива И молодой сосунок Джастин Бибер Тренировались отсасывать Ну, отсасывать они все умеют Нормально у них как бы, ну, равные счеты получатся В чем новость? А, отсасывать теннисный мячик через шланг от пылесоса Ну, блин, ну, сосать они умеют Это что? Ну, это тоже не новость А новость такова Дорогой наш рок-фанат и любитель Забойного музла и крутых роликов Видеороликов, снятых на ВХС-камеру Как уже все заметили Видео это идет в 4К-разрешение Так что вот мы пробуем Пробуем, обкатываем Сейчас это как бы такое пробное все Не знаю, посмотрим Еще титровалка даже не работает Эти титры будут, нет Я не знаю, он этот режиссер что-то мне показывает Там, я тоже могу кое-что показать Вот И если мне удастся уладить кое-какие там формальности Бюрократическое говно это все То года через два мы вновь выйдем в телеэфир Уже будем показывать 4К И вы на своих крутых телеках фирмы Rubin Сможете это все в 4К дико зырить Вот И это радостная новость Такая А теперь Как бы расслаблядились А теперь давайте напряжопимся Это видео снимается в основном для интернета Ну потому что понятно Да, я не готовился Нихуя Да, стою пизжу Как это ебалу Блядь Фон задний Рабочий Так скажем Ролик Рассчитан на пользователей сети интернет А именно Для такого сайта как YouTube Да, ни для кого не секрет Что сейчас Любой желающий может Врубить свой Пылесос Утюг и так далее Запилить на нем Какой-нибудь видеоролик И тут же его выложить в интернет Посмотрят там тысячи, миллионы людей Ему закинут бабосов И будет он жить шоколадно И все дела И таких миллионы Оказались на сайте YouTube На этом же сайте Находились наши основные каналы Точнее один основной Два резервных канала Два резервных Я не знаю куда делись Вот мне подсказывают Говорят, они были удалены Вот У нас остался один самый старый канал Дельта Сити ТВ На сайте YouTube И при Как бы Ну происходит такая хренатень Мы туда кладем Оригиналы Да, без монтажа Всякий там брак Но то, что может быть интересно Съемки с концертов Там еще какие-то такие Случаи из жизни В общем Такую вот текучку Но не все А то, что бесплатно То, что можно Как бы Ну на людях Показать Но Как вы все знаете YouTube Это точно не российская Штука Блять Я заебал YouTube 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 Ну Короче, да YouTube Это явно не российского Производства И не китайского Тоже И не там еще Какого-то Мы получается Тоже Как обычные Абоненты Да, как У нас просмотров Там вроде мало На канале Мы будем числиться Как мелкий блогер Вот И для многих Наверное Еще секрет Что В Европе Из-за того Что очень сильны Сильно Дрочилово На авторские права YouTube И некоторые Другие Интернет-сайты На которых Вот это вот Весь контент Развлекательный Музло Фильмы Книги Там еще что-то Фактически Не работал Я тоже был В Германии В 2013 Году Там на YouTube Открывались Только Какие-то Новостные Каналы Местного Телевидения Еще что-то Там такое А личных Каких-то Записей От пользователей Я не видел В сети Люди Говорят Что в 2016 Году Эта Ситуация Вроде как Разрешилась Но Оказывается В Европе Был принят Такой закон Называется Артикль 13 Вот По этому закону Будут Ужесточаться Авторские права Говоря Яснее Говоря По-человечески Недавно Прошли Такие Слухи Что Хозяйка YouTube Сайта Да Это Баба Как Не странно Но Как бы Нам по херу Мы Это Не сексисты Там Не кто-то Мы металлисты Рокеры Ну и просто Любители Угара Вот И поэтому Такое Такое Блогеров Расплодилось Чуть Более Миллиона За Одну Минуту В YouTube Сыпется Более 400 Часов Видео Хоть И стоят Ужасные Фильтры Которые Не позволили Нам в полной Мере Залить Даже на Канал ВХС Рипы С видеокассет С концертами Которые Показывались По телевидению Нами На моем Канале На нашем На Дельта Сити ТВ В 90-е годы На брусчатом Поселке Вот Их Оказывается Нельзя Транслировать В интернете Никак Ни в записи Никак В общем Потому что Это объекты Авторского Права На это Так называемые Горячо Нами Любимые Авторы Подали В суд Короче И обязали Хозяев Вот этого Самого Ютуба Выплачивают Им штрафы Даже И причем Они делают Это не самолично Работают Целые Организации Которые Вот Получают Бабки От Исполнителей От Авторов Нанимают Адвокатов Которые За Чумовое Баблище Дичайшее Рвут Жопу Во всяких Там Судах Получается Такое Дело Как бы Официально Говорится Что просто Серваки Не справляются И Лавочку Придется Прикрыть Ну На самом Деле Принято Принят Такой Закон Под названием Артикль 13 Который Уже Подразумевает Колоссальные Штрафы За нарушение Авторских Прав И Соответственно Ну Еще Какие Либо Санкции Но Так Как Ютуб Особо Не Контачит С Пользователем То есть С блогером Тот Кто Заливает Видео Все Эти Погрехи Идут Именно На владельца Ютуба Поэтому Вот Эта Владельца Она Конечно Охерела И Ну Хочет Закрыть То есть Как было сказано Средних И мелких Блогеров Ну То есть Вот Наш канал Подпадет Там Всякие Еще остальные Но Сам Сайт Конечно Не исчезнет И Там Будут Залитые Видео Идти Трансляции С Обычных СМИ Которые Мы терпеть Никто Не Можем Там Будет Такие Замечательные Каналы Как Первый Канал Россия 24 Ну И Всякие Титульные Каналы Там Разных Стран Вот На которых Только Ложь Клевета И Сраная Реклама А на Дельта Сити ТВ Реклама Самая Лучшая В мире Ну Это Я так Красному Словцу Поэтому Весной 2019 Года В Германии Начнется Блокировка Частных Пользователей Блогеров Мне Кто-то Возразит В комментарии Скажут Блядь Это Бешеный Макс Что-то Какую-то Хуйню Несешь Мы В России Находимся Не Не Еби Мозги Я Скажу Такую Вещь Если В Европе Такое Назревает То Как бы У нас Вы знаете Что Запрещают Все И Вся И Как бы Протолкнуть Пролоббировать Такую же Вещь Тем более В России Тоже Есть Союз Авторов Это Будет Очень Просто Да Даже Не поверить Как просто Поэтому Европейские Все Пользователи Пользуются Вот такой Херней Хэштег Севью Интернет Да Убрать Статью 13 Артикль 13 Вот Так что Советую Всем Запомнить Этот Хэштег Добавлять Его К своим Видео Искать По этому Хэштегу Информацию Потому что Как бы Получается Я изложил Суть Дела Но я Не могу Сказать Что нужно Делать Как действовать Потому как Сейчас Как известно Ну Уже давно Но сейчас Особенно Уже Меняется Да Экономическая Формация И Средства Производства Попали В руки К неимущему Классу Да Есть Так же Как бы Да Видеокамеры Телефоны И у фирм Которые В коммерческих Целях Это используют Как мы И вот У любого Гопника Ну У любого Короче Вот Поэтому Сложилась Уже такая Субстанция Как информационный Мир И этот Информационный Мир Должен В конце Концов Задавить Тупое Ханжество И большевистское И большевистское Нищенство Которое Насаждается Блядь Каждой Страной В мире Независимо От того Какой там Строй Коммунистический Капиталистический Серо-буро-малиновый Или нахуй Еще Многие Было бы Было бы Сделать Так Такая Вещь Что Я Ну Как бы Был бы Не против Если бы Каждый Кто хочет Что-то Делать Такое Заливать В Ютуб Особенно Если он Подозревает Что это Что-то Авторское Или он Знает То Должна С него Взыматься Какая-то Плата Такая Не очень Конечно Большая Потому Что Вот Когда я Говорю Мой Телеканал Имел право Выходить В эфир Хотя бы В городе В городской Телесети В кабельной То Приходилось Лицензии Покупать Так как Сейчас Мы не являемся СМИ Мы не можем Выкупать Лицензии Потому что Банально Даже денег Нету Вот И Ну Получается Что Если Что-то Выкладывается В ютуб Даже От нас Но Там Какая-то Музыка Там Еще Что-то То К нам Точно Такие Применяются Санкции То есть Банится Видео Там Там Что может Быть Еще Прилетают Страйки Там Ну И Все Возможные Такие Вещи Вот Вот А если Бы Взымалась Бы Какая-то Мизерная Плата С каждого Пользователя Ютуба То Я думаю Некоторые Хотя бы Расходы Это бы Покрыло Потому что Какая Вещь Адвокаты Рвут Жопу Давят На Владелицу Ютуба Она Там Откуда Я не знаю С каких Денег Со Спонсорских Там Еще С каких То Значит Им Платят Громадные Штрафы И Получается Что Для Того Чтобы Ну Ютуб Мог Показывать В той Или Иной Стране Ролики Где Содержатся Объекты Авторского Права Ну Как бы За это Уплачено Да То есть Получается Кто-то На халяву Это Кинул А Владельцы Сами Этого Сайта Платят Еще И Деньги Для Того Чтобы Это Могли Все Видеть Вот Еще Как бы Такая Вещь Что Ну Понятно Да Миллион Блогеров Они Сыпят Это Видео Все Как Говно Никакие Фильтры Никакие Там Модераторы Это Уже Отследить Не Могут Поэтому Да Бывает Проскакивает Это Сразу Все Замечается Сразу Да Начинает На их Выебываться И Получается Вот Эта Вся Свистопляска Поэтому В 2019 Году Сайт Ютуб Как Медиахостинг Может Прекратить Своё Существование И Работать Как Долбанный Телеящик Который Мы Уже Терпеть Никто Не Можем В Котором Был Только Один Нормальный Канал Это Дельта Сити ТВ Который Блять Прикрыли Ну Это Ладно Поэтому Ещё Раз Ещё Раз Показываю Вот Это Вот Это Значит Братья Рокеры Наши Телезрители Бывшие И Будущие Надеюсь Все Кто Посмотрит Это Видео В Интернете Берите И Действуйте Информационный Мир Должен Победить За Святой Рок И Так Победим Я Всё Сказал